Приветствую, я тут в дороге. В общем, у меня такой был вопрос. Где-то я упомянула недавно на YouTube про еду, полезную там, не полезную. Был вопрос от подписчиков, типа, ну есть же люди здоровые, у которых ничего не болит, хорошо себя чувствуют, но они едят обычную еду, не здоровую, не полезную, поэтому проблема там не в еде. Что я на этом могу сказать? Болезнь – это здоровый сигнал организма, когда нам тело говорит, прямо разговаривает с нами о том, что мы с ним не так делаем. Во-первых, с этим телом, и если переводить ещё на себя, с ментальным телом. И у меня есть два ответа на этот вопрос. Первое – нету здоровых, как она утверждает, что есть же прям здоровые. Есть недообследованные, и человек просто пока не знает, что у него там внутри. Это первый вопрос. Второе – это же наоборот, здоровый человек, он болен из-за того, что тело с ним не разговаривает. То есть вы потихонечку убиваете, убиваете его каким-то образом. Там канцерогенной жареной пищей, например, с антибиотиками. Убиваете, убиваете потихонечку. А тело молчит, оно с вами не разговаривает, не подаёт никакие сигналы. Внешнее тело здоровое. Но внутри проблема растёт. И потом это аукнется, но уже будет поздно. Лучше уж, чтобы тело всё время с нами разговаривало, и мы понимали. Меняли там свой образ жизни, привычки питания на месте, чем потом было бы поздно, когда это аукнется. Поэтому не надо мне так рассказывать. Но если вы машину будете заправлять не бензином, а чем-то другим, через какое количество времени она встанет? Она вообще будет ездить или нет? Так почему вы считаете, что если отравить организм наш, он будет работать слаженно, долго, эффективно? Может быть, поначалу у него есть ресурсы, которые его там максимально восстанавливают. Но эти ресурсы, они истощаются. И это сильная нагрузка на печень. Допустим, когда мы не получаем микро-макроэлементы, витамины, полезные вещества, мы сами синтезируем наш организм, печень синтезирует всю нехватку. Но это представьте, какая нагрузка. А потом эта печень загнётся рано или поздно. С виду здоровый человек, а у него потом бац, и онкология, и ещё какое-то заболевание. Это ваше право травить себя, не травить. Мне глубоко всё равно, что вы будете делать. Я упоминаю о здоровой еде, причём в последнем видео я сказала, у меня есть сообщество и канал о здоровой и полезной еде. Я туда вас не звала. Это моё вообще дело. И доказывать мне, что нет, продолжай себя травить, ведь есть же здоровые люди. Ну, как бы, говорите это себе, там, живите в иллюзиях. У меня другой выбор. И всё.